Как сегодня чувствует себя региональная экономика? Вы правильно сказали, что прошлый год был очень тяжелым, но мы прожили почти полгода в 2021 году. Заметно ли уже, что экономика начала восстанавливаться? В целом, что происходит, что видно? Есть ли уже какая-то информация по налоговому поступлению? Выполняется план? Есть недобор? И так далее. В целом, расскажите, пожалуйста, какова ситуация? Ну, конечно, все мы сегодня находимся, наверное, под определенными впечатлениями об итогах 2020 года. Это был очень сложный, тяжелый год. На него наложились и не только вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, с той эпидемией, которую мы пережили, но в том числе, что очень важны для экономики Тюменского региона, это ограничения, связанные с объемами добычи нефти, так называемой сделкой ОПЕК. Потому что сегодня мы видим, что формирование и доходов бюджета во многом зависит не только от цены на нефть, в том числе и от объемов добычи нефти. Если посмотрим и другие составляющие, то мы увидели с вами достаточно теплые зимы в Европе, куда поставляется российский газ, а газ добывается тоже на нашей большой Тюменской территории. И здесь мы тоже видим определенное снижение не только добычи нефти, но и снижение объема добычи газа. Но если происходит снижение инфекционных программ и птиных газовых компаний, то, конечно, это отражается серьезно и на экономике нашего родного Тюменского региона. Это не дозагрузка предприятий, соответственно, не дозагрузка будущего формирования порфеля заказов, в котором предприятия есть. И, конечно, от этого начинает, в первую очередь, конечно, страдать население, потому что вопрос рабочих мест всегда стоял и стоит на повестке дня. Поэтому в этих условиях мы активно работали в 2020 году. И если говорить, наверное, уже о январе-апреле 2021 года, потому что, конечно, для нас очень важно смотреть, как мы развиваемся в определенной динамике. То есть мы посмотрим январь-апреле 2021 года, один из важнейших показателей – это индекс промышленного производства. То мы вот видим результаты, что практически этот индекс, к январю-марту 2020 года, когда-то, наверное, еще эпидемия у нас активно не прогрессировала, предприятия не закрывались. То вот, если мы сравним эти периоды времени, мы видим хороший рост. Сегодня индекс составляет 107,8%. Поэтому мы видим, что, в принципе, сегодня производство дает определенную положительную динамику. И речь идет не только об обрабатывающих производствах, которые дали практически более 121%. Мы видим соответствующий такой серьезный рост, связанный и с производством лекарственных средств, и производством мебели, резинок и пастмассов, и изделий. Поэтому мы здесь можем сказать, что экономика выжила. И мы видим, что, соответственно, есть определенные тенденции, что она дальше развивается. И уверены в том, что у нас не будут снижаться объемы, связанные с объемами заказов на предприятиях. Также нас серьезно радует то, что индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-март текущего года составил почти 105%. Это тоже очень важно. И здесь говорится о том, что, наверное, не только население, Тюменская область стала больше потреблять, но в том числе увеличиваясь объемом поставок сельхозпродукции на территории других соседних субъектов. Потому что вы понимаете, что границы, в большей степени, с федерацией у нас с вами закрыты. Оборот розничной торговли как раз характеризует возможность населения делать покупки. Да, он примерно составляет 100,1%, но говорит о том, что все-таки это больше, чем в целом по Российской Федерации. И вот такие вот, наверное, три важнейших показателя, которые можно характеризовать социально-экономическое положение в Тюменской области. Если говорить про вопросы, связанные с налоговыми платежами, то, наверное, все налоговые платежи по налогам у нас сегодня по итогам, которые мы увидим, по итогам первого квартала, они у нас в котосепне даже, можно сказать, перевыполнены. Да, поэтому сборы идут больше, чем 100%. Поэтому говорит о том, что у предприятий сегодня более-менее ситуация и с объемами заказов, с объемом выручки, она лучше в пленой степени, чем даже в 2020 году, то в первом квартале. Но есть проблемы, связанные с так называемым налогом на прибыль. Потому что вот я предпосылки сказал, они в первую очередь связаны с серьезным снижением объема добычи нефти. И здесь у нас и на юге Тюменской области, и в Хантамасийском автомобиле Югра, и, конечно, снижение объема добычи газа на Ямале. Но мы будем надеяться на то, что в текущем году, в четвертом квартале, ситуация по налогу на прибыль у нас будет выравниваться. Вернемся несколько к предыдущему году, пандемии. Были особенно пострадавшие отрасли, предприятия, в том числе и в нашем регионе. Вот вопрос связан с мировой поддержкой этих отраслей и предприятий. Как эти меры были реализованы? Происходит ли поддержка еще на данный момент? В прошлом году поддерживали, в этом году уже необходимости. Как в целом этот процесс прошел? И какие результаты дал? Значит, действительно, у нас, наверное, в март-апрель прошлого года был серьезный вызов. Очень важно было принять правильные, быстрые меры, которые были бы направлены на стабилизацию ситуации и в экономике, и возможность предупредить те, наверное, негативные последствия, которые могли бы у нас возникнуть. Конечно, в определенной степени мы это делали в условиях какой-то определенной неопределенности действий федерального правительства, потому что мы прекрасно понимаем, что когда бюрократическая машина закручивается, очень долго всегда приходится процесс согласования и принятия решений. Поэтому для нас очень важно было принять необходимые меры, связанные с формированием регионального плана предчередных мероприятий, которые были направлены на нивелирование негативной тенденции развития экономики Тюменской области, и, что, наверное, очень важно, сохранение рабочих мест. И вот в апреле прошлого года такой план мы приняли. В области функционирует и достаточно, так сказать, хорошо работает фонд микрофинансирования Тюменской области. И для нас было очень важно и в 2020 году, и в текущем году те займы, которые мы выдавали на развитие предпринимательства, анализацию проектов, дать возможность предприятиям их рестуализировать. Одновременно в рамках того плана, который мы приняли, у нас очень важно было обратить определенное внимание на те меры федеральной поддержки, которые были даны. На отдельный момент мы понимаем, какой объем был государственных и муниципальных закупок. И вот здесь очень важно было увеличить, сохранить объемы закупок, которые мы предоставляем возможности для субъектов МСП. И вот даже сегодня у нас очень важно, что в прошлом году мы не опускались ниже 25% по объему государственных и муниципальных закупок. Поэтому это очень серьезный вклад в целом бизнес МСП. И вот в этом году, если брать текущую ситуацию, то мы даже цифру немножко увеличим, сегодня уже 27%. Мы взяли под контроль мониторинга предприятия с численностью населения свыше 300 человек. Независимо от того, это бюджетная сфера, не бюджетная сфера. Потому что мы понимаем, что эти предприятия серьезно влияют в целом на экономику и на занятость населения. Но в целом мы все равно видим определенные тенденции, которые говорят, что экономика области, грубо говоря, серьезного провала у нас не произошло. Владимир Владимирович, вот расскажите вообще, что такое инфраструктурные кредиты? Я так понимаю, что глава региона Александр Викторович дал задание разработать, подготовить предложение и заявки федерацию на этот конкурс по получению инфраструктурных кредитов. Если мы все хорошо пройдем и нам одобрят, какую сумму мы можем получить и какие проекты мы можем реализовать? Что это вообще за инструмент? Владимир Владимирович, я с моей стороны также вхожу в рабочую группу госсовета, называется экономика и финансы. Очень такие серьезные и жаркие споры у нас всегда идут, а там у нас участвуют представители и администрации президента, и Минфина, и представители субъектов. И, соответственно, очень серьезный всегда разговор идет на предмет налоговых и неналоговых доходов, бюджетных кредитов. Всегда очень сложно отставить, конечно, ситуацию по территории, которая в определенной степени не является дотационной. А Тюменская область у нас одна из тех российских территорий, которая является недотационной. Очень важно поддерживать территории. Здесь сегодня социально-экономическая ситуация достаточно очень сложная. Поэтому, конечно, в том числе и Минфин старается как-то сбалансировать регионы. Поэтому, наверное, здесь очень важно было находить те инструменты, которые позволили бы активно развиваться за счет федеральных источников не только регионы, которые являются дотационными, но в том числе и, наверное, чтобы и недотационные территории тоже имели возможность иметь доступ к различного рода федеральным проектам. И нас очень порадовало, что те предложения, которые в рамках рабочей группы мы активно обсуждали, в том числе как раз по инфраструктурным кредитам, инфраструктурным займам, они нашли свое отражение в послании президента. Это как раз вот тот инструмент, который реально помог регионам достучаться до федерального центра, убедить Минфин, что эта мера будет хорошая. Потому что если мы с вами посмотрим такой, так называемый, 13-й национальный проект, он не называется национальным проектом, но это план к комплексному развитию инфраструктуры. Но если мы с вами посмотрим, то там очень много проектов на Дальнем Востоке, на северо-западе России, на юге России, но мы не видим там наши даже территории, не говорю даже про Тюменскую область, уральский федеральный округ. Поэтому очень важно было сказать, что территория страны должна более-менее развиваться, и мы должны в этом направлении активно двигаться. Поэтому, наверное, вопрос, связанный с структурными кредитами и займами, для нас он крайне важен. Потому что, получив средства, мы можем на эти средства активно развивать, наверное, комплексную инфраструктуру. Это связано с детскими садиками, со школами, с дорогами, с развязками. Вопрос, связанный с культурой, с здравоохранением. Поэтому, конечно, сегодня в области нам подготовлен блок проектов, на сумму где-то около 100 миллиардов рублей. Мы очень верим на то, что на большинство этих средств нам удаться отстоять нашу проект. Но, опять-таки, понимаете, мы идем впереди. Мы сегодня идем впереди, у нас отсутствуют какие-то нормативные, пока правые акты и поправки в закон, которые бы регулировали предоставление субъектам таких инструментов займов кредитов. Поэтому те условия, которые пока нами озвучены, да, это 15 лет, 3 процента. Поэтому, наверное, мы хотели взять кредиты на всю эту сумму. Потому что это дало бы серьезный толчок социально-экономическому развитию Тюменской области. Поэтому будем дожидаться принятия на федеральном уровне нормативных актов, снова аргументировать. Потому что мы же не только проекты направили, мы их обосновали, показали эффекты. Поэтому будем надеяться, что федерация увидит, услышит заявку Тюменской области. Как-то мы уже неоградно об этом слышали, что приоритеты, конечно, будут отдаваться территориям, неоткционным, для того, чтобы всячески стимулировать их, продолжать и дальше наращивать налоговый потенциал нашей территории.